Девушки отдыхают Украинцы, как никто, знают, что такое безопасность и насколько она важна. И этот корвет станет залогом безопасности нашего с вами общего региона, общего моря наших стран. Освобожденные во время обмена с Россией американцы прибыли в США. Недавних пленников Кремля лично встретил президент Байден. Я был абсолютно убежден, что мы сможем это сделать. Обмен произойдет. Я очень рад, что они дома. Посторонним вход воспрещен. Финляндия до сих пор не готова открыть границу с Россией. Хельсинки по-прежнему опасается наплыва мигрантов с российской стороны. Лечат зубы даже под обстрелами. Как на фронте оборудованы мобильные пункты стоматологии, которые в любой момент готовы выехать на помощь украинским бойцам. Мы независимы от наличия электроэнергии и водоснабжения. Мы можем работать в любых условиях. Турция ратифицировала соглашение о зоне свободной торговли с Украиной. Документ был подписан еще в феврале 2022 года. Теперь же его одобрил президент Реджеп Таип Эрдоган, сообщают турецкие СМИ. По их данным, за прошлый год объем двусторонней торговли Анкары и Киева составил 7 миллиардов 300 миллионов долларов. Как отметила первый вице-премьер-министр Украины Юлия Асвериденко, в этом году суммарные инвестиции Турции в украинскую экономику превысили 4,5 миллиарда долларов. В настоящее время в Украине работает около 700 турецких компаний. Работают, несмотря на обстрелы, блэкауты, несмотря ни на что. Также Турция сейчас играет одну из ключевых ролей в обеспечении продовольственной безопасности. Благодаря совместным усилиям мы смогли восстановить свободу торгового судоходства в Черном море и значительно увеличили экспорт через морской коридор. За 11 месяцев его работы через порты Большой Одессы удалось вывезти более 60 миллионов тонн товаров в 46 стран мира. Юлия Асвериденко, первый вице-премьер-министр Украины в Фейсбук. Двустороннее оборонное сотрудничество и безопасность в Черноморском регионе. Такие темы обсудили в Анкаре министра обороны Украины и Турции. Рустем Умеров по итогам переговоров отметил, что уже есть конкретные договоренности и результаты. А также поблагодарил турецкого коллегу за поддержку проекта по строительству корветов. Гетмана Ивана Выговского и Гетмана Ивана Мазепы. Умеров подчеркнул, что развитие возможностей военно-морского флота и обеспечением безопасности во всем Черноморском регионе – одни из приоритетов Украины. Отмечу, что в Турции уже спустили на воду второй из заказанных корветов для военно-морских сил Украины. Гетман Иван Выговский. Строительство подобных кораблей проходит в рамках соглашения, которое Киев и Анкара заключили еще в 2020 году, сообщает Офис президента Украины. В торжественной церемонии приняла участие и первая леди Украины. Украинцы, как никто, знают, что такое безопасность и насколько она важна. И этот корвет станет залогом безопасности нашего с вами общего региона, общего моря наших стран. Ведь мы, Украина, обороняем сейчас не только себя, но и сам принцип мирного сосуществования. Так что этот корабль – еще один шаг на пути к этому. Покровское направление остается самым напряженным участком фронта. Там проходит значительная часть всех штурмов российской армии. С начала суток на всей линии передовой уже зафиксировано 72 боя. Силы обороны Украины продолжают сдерживать напор оккупантов и наносят противнику значительные потери. Подробности в сюжете. По данным Генерального штаба ВСУ, на Покровском направлении россияне предприняли 25 безуспешных попыток штурмовать украинские позиции. Кожан-Педросил на Покровскому напрямку. Каждая бригада, каждое подразделение на Покровском направлении и все наши воины, которые сохраняют стойкость и защищают там наши позиции, несмотря на российские штурмы, много в чем составляют основу защиты и на всем востоке нашей страны. При этом мы не снижаем внимание и к другим направлениям на фронте. В Донецкой, а также в Харьковской и в южных наших областях. На Торецк только сегодня российская армия сбросила 12 управляемых бомб. В целом на Торецком направлении противник при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации 10 раз атаковал позиции украинских войск. Украинские воины успешно отбили все атаки оккупантов. Также на Лиманском, Харьковском, Краматорском, Времевском, Приднепровском, Кураховском и Купинском направлениях. То отчаяние, с которым противник атакует на разных направлениях, с минимальным успехом, говорит именно о том, что они очень сильно спешат. И одновременно это говорит о том, что они не собираются ослаблять своего натиска и продолжать давить на наши позиции в ближайшее время с той же силой, с которой они это делали. Противник и будет дальше так лезть, но уже сейчас стало понятно, что летняя кампания для него оказалась провальной. Именно с этим связаны такие хаотические попытки найти хоть где-нибудь какие-либо слабые места в украинской обороне. На Харьковском направлении наибольшую активность противник проявляет в районе населенного пункта Волчанск. Однако все его попытки штурмовать украинские позиции безуспешны. Так украинские бойцы выложили видео разгрома очередной атаки россиян. Воины рассказали, что штурмовую группу российских десантников они встретили гранатами, а затем полностью ликвидировали с помощью дронов. В оперативной зоне оперативно-тактической группировки Харьков обстановка остается сложной. Российские оккупанты продолжают атаковать позиции сил обороны Украины. Наибольшую активность россияне проявляют в районе населенного пункта Волчанск. Сила обороны Украины адекватно реагирует на действия противника, где необходимо усиливают подразделения и продолжают уничтожать живую силу и военную технику российских оккупантов. Из сообщения оперативно-тактической группировки Харьков, Телеграм. Очередную воздушную цель на Покровском направлении сбили сечеславские зенитчики. Украинские воины отметили, что оставляют противника без глаз, уничтожая его дроны. Зенитчики выложили видео, как они отминусовали очередной российский беспилотник ЗАЛА. Всего за сутки украинские воины сбили 37 беспилотников, а также уничтожили десятки единиц другой техники россиян. В частности, три танка, восемь бронемашин, 42 арт-системы. Общие же потери российской армии в живой силе с начала полномасштабного вторжения в Украину превысили 580 тысяч человек. Из них за минувшие сутки было ликвидировано 1100 солдат. Российские оккупанты атаковали Херсон из беспилотника. Под удар попали люди, находившиеся на улице. Один человек погиб, двое получили взрывные и осколочные ранения, сообщила областная военная администрация. Также путинская армия обстреляла временно оккупированную Волноваху Донецкой области. Как сообщил украинский омбудсмен, один человек погиб, еще один получил ранения. Россияне обстреляли мой родной город Волноваха, населенный пункт, который находится во временной оккупации. То есть, по сути, чтобы устроить провокацию, страна-агрессор сама обстреливает подконтрольные ей территории. Международное сообщество, в частности ООН и ОБСЕ, должны зафиксировать это нарушение и поспособствовать наказанию виновных военных преступлениях. Нам нужны конкретные шаги, ведь сейчас местные жители на временно оккупированных территориях – это заложники террористов. Дмитрий Лубенец, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека. В Телеграм. Украинская армия впервые сбила российский вертолет с помощью дрона. Издание Forbes пишет, что такие попытки ВСУ предпринимали еще в сентябре прошлого года. Как следствие, теперь одни российские воздушные суда стали сопровождать другие. В то же время путинская армия начинает использовать новые беспилотники в атаках на Украину. Что о них известно и каковы позиции сторон в применении дронов, Никита Скобликов расскажет. Украинский двухкилограммовый дрон сбил российский вертолет Ми-8 весом 12 тонн. Произошло это на восточной окраине Донецкой области в момент взлета судна. Издание Forbes пишет, что на борту было три члена экипажа. Ми-8 выполнял ударные, транспортные и медицинско-эвакуационные миссии. Аналитики утверждают, что теперь атаки в пиве дронов на российские вертолеты могут стать ежедневной практикой. Вертолет относительно медленный летательный аппарат. Современные дроны вполне способны атаковать его, особенно на взлете или посадке. Теперь командованию придется либо рисковать дорогими и дефицитными машинами, либо оборудовать аэродромы дальше от фронта. Ян Матвеев, военный аналитик, в комментарии Телеграм-каналу можем объяснить. Ты одним дроном поражаешь цель. Или же этот дрон залетел, отбомбился, вернулся, взял, еще отбомбился. Поэтому меняется уже тактика ведения боевых действий, более точные удары. Дешевле они есть, но они не полностью заменяют арту. Артиллерия и ракеты все равно будут играть свою роль параллельно с использованием дрона. В начале 2024 в Министерстве цифровой трансформации Украины заявили, что в этом году государство может произвести более миллиона беспилотников. Но уже сейчас производственный потенциал Украины в сфере БПЛА возрос в три раза. 2000 плюс-минус километров сейчас это достижимые цели. Цели как инфраструктуры, которые поддерживают вторжение производства дронов, производства военной техники, так и военные цели, энергетические объекты. То есть это хороший ответ на вторжение с нашей стороны удары по их целям. В ответ на украинские достижения в сфере производства БПЛА Россия тоже решила продемонстрировать свой новый дрон Гербера. Пропагандистские СМИ расхваливали новые возможности БПЛА, но оказалось, что он далек от совершенства. Гербера сделана из пенопласта и имеет ряд недостатков. Как пишет Defense Express, ударная версия дрона при наведении на цель использует телевизионный канал с довольно посредственной камерой. Наведение осуществляется оператором вручную. Также вероятно, что дальность полета дрона с боевой частью мала – до сотни километров. Кустарная сборка свидетельствует об удешевлении технологии производства в этой войне, а также о сложности для российского ВПК выходить на массовость сборки других образцов из-за санкций и ограничений. Россия зависима от стран, которые помогают обходить санкции и получать компоненты для производства оружия. Если больше прикрутить, а также выбить российские предприятия ВПК, режим не сможет продолжать интенсивный террор. Андрей Ермак, руководитель Офиса президента Украины в Телеграм. Продемонстрировать мощность Герберы Россия могла в ночь с 30 на 31 июля. Тогда украинские города атаковали почти 100 дронов. Военнослужащий и специалист в области радиотехнологии Сергей Бескреснов с позывным «Флэш» предположил, что именно поэтому их было так много, и украинские силы ПВО смогли сбить все. И к другим важным темам дня. Репортер Wall Street Journal Эван Гершкович. Журналистка «Радио Свобода» Алсу Курмашева и бывший пехотинец Пол Уилла, освобожденные в рамках большого обмена заключенными между Россией и Западом, вернулись в США. Самолет с ними приземлился на авиабазе «Эндрюс» под Вашингтоном, куда приехали президент США Джо Байден и его заместитель Камила Харрис, а также родственники и коллеги недавних пленников Кремля. Я был абсолютно убежден, что мы сможем это сделать, обмен произойдет. Я очень рад, что они дома. Самым сложным во время этого обмена было принять решение другим странам, потому что я просил их сделать некоторые вещи, которые им действительно было очень трудно сделать, особенно Германии. Но если другие лидеры доверяют вам, вы доверяете им, то вы можете добиться результатов. И вот так был сделан этот обмен. Напомню, накануне состоялся один из самых масштабных обменов заключенными между Россией и странами Запада. Кремль освободил политиков и журналистов, а взамен получил шпионов и киллера. Как проходил обмен и что ему предшествовало в материале Натальи Гусак? За своих 10 граждан, связанных с российской разведкой, в том числе обвиненных в заказных убийствах и осужденных в США, Германии, Словении, Норвегии и Польше, 1 августа Кремль отдал политзаключённых, журналистов, правозащитников, всего 16 человек, которых содержали в российских тюрьмах и следственных изоляторах. Среди них бывшие представители штаба Алексея Навального, Лилия Чернышёва и Ксения Фадеева, художница Саша Скочеленко, правозащитник Олег Орлов, политик Илья Яшин и журналист Владимир Карамурза. Обмен состоялся в турецкой Анкаре. Их жестокие испытания закончились, и они свободны. Несколько минут назад семьи и я смогли поговорить с ними по телефону из овального кабинета. Они уехали из России. Ранее сегодня их доставили в Турцию, и вскоре они отправятся домой, чтобы увидеть свои семьи. Это невероятное облегчение для всех членов семьи, собравшихся здесь. Это облегчение для друзей и коллег по всей стране, которые долго молились об этом дне. Сделка, которая сделала это возможным, была подвигом дипломатии и дружбы. В обменные списки включили журналистку Алсу Курмашеву, которая имеет двойное гражданство США и России, которая была задержана в России в июне 2023 года по обвинению в якобы распространении ложной информации о российской армии, а также осужденных за шпионаж в России американцев Пола Уиллана и Эвана Гершковича. Российские власти утверждают, что Гершкович собирал секретную информацию для американской разведки, но Кремль обвиняют в задержании нескольких граждан США для использования в качестве размены монеты при обмене заключенными. Путин намекнул, что Гершковича могут обменять на российского убийцу, находящегося под стражей в Германии. Россия действительно, среди прочих, включила приговорённого два года тому в Германии к пожизненному заключению экс-спецназовца ФСБ Вадима Красикова. Он получил срок за убийство в Берлине чеченского полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангашвили. О том, что Кремль готовит к обмену политзаключённых, их защитники и журналисты стали говорить после того, как ряд осуждённых был этапирован по неизвестным причинам из своих колоний. 30 июля Путин подписал семь секретных указов, на которые обратили внимание важные истории. По их информации, это могли быть помилования политзаключённых с дальнейшим их обменом. А славянский телеканал «Онодин» вечером 31 июля сообщил, что ближайшие часы между Россией, США, Германией и Белоруссией пройдёт обмен. По утверждению издания, страны также выслали двух российских шпионов – Артёма и Анну Дульцевых. Турция стала посредником в обмене политзаключёнными между семью странами. А также обмен стал самым массовым за последние 40 лет. По информации источника Вёрстки, переговоры велись уже давно, но в финальную стадию вошли буквально в последние несколько недель. В целом, обмен заключёнными, особенно для лидеров оппозиции в России, в интересах Кремля – удивительно, но это обычная тактика. Кремль пытается вытолкнуть людей. Навальный, возможно, был исключением, хотя в какой-то степени они также пытались вытолкнуть его. Но кроме Навального, Кремль твёрдо убеждён, что существует чёткое разделение между оппозиционерами и иммигрантами. И для них, как только вы выходите, уезжаете, вы больше не представляете опасности. По данным правозащитников, в российских тюрьмах всё ещё остаются от 700 до 1000 человек, которым предъявили обвинения по политическим статьям. В Берлине обмен Красикова вызвал неоднозначную реакцию. Многие критикуют такое решение, поскольку дело киллера было действительно скандальным. Об этом в эфире проекта «Наше время на Freedom» заявил немецкий политолог, аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы Андреас Умланд. Он убил в центре Берлина грузинского оппозиционера, который воевал в Чечне. И это было скандальное действительно такое убийство, про которое тут даже написали целую книгу. И то, что он теперь на свободе и не отсиживает свой срок, как это было решено судом, это критикуется. И тут тоже как бы обговариваются, какие юридические трюки нужно было применить, чтобы сделать возможным выдача этого Красикова. Решение об освобождении убийцы Красикова было трудным для Германии, но в то же время необходимым для освобождения политзаключенных граждан ФРГ и США. Об этом заявил канцлер Олаф Шольц. Выдача Российской Федерации Вадима Красикова, осужденного в Германии за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангашвили, было непростым решением. Правоохранительные ведомства ФРГ и члены правящей коалиции приняли это решение после тщательного обсуждения. Об этом также была проинформирована оппозиция. Такая сделка с Кремлем была необходима, чтобы добиться освобождения российских политзаключенных и содержавшихся в тюрьмах РФ и Беларуси граждан ФРГ и США. Предпосылок для открытия границы с Россией нет. Так считает премьер-министр Финляндии Патриорпа. Он доволен принятием так называемого закона о выдворении, который при определенных условиях позволяет ограничивать прием заявлений на предоставление убежища. Однако, по мнению премьер-министра, открыть восточную границу можно будет только тогда, когда Россия изменит характер своих действий в отношении мигрантов. «Нам нужна уверенность в том, что Россия готова вернуться к прежней модели сотрудничества, при которой обе страны допускают на пограничные пункты только тех людей, которые имеют надлежащие для пересечения границы документы. На уровне ЕС уже начата работа по предотвращению угроз, связанных с направленной миграцией». Петер Тиорпо. Премьер-министр Финляндии. В интервью Илта Лехти. Дочь главы спецслужбы контрразведки ФСБ Владислава Менчикова, Татьяна, владеет коммерческой недвижимостью почти на 3 миллиарда рублей. Об этом идет речь в расследовании The Insider. Также в декабре 2021 года Менчикова купила новый «Мерседес», цена которого свыше 20 миллионов рублей. Проживает дочь генерала ФСБ в престижном поселке Новогорск, в поместье из нескольких земельных участков и коттеджей, которые можно оценить еще в полмиллиарда рублей, отмечают журналисты-расследователи. Напомню, Владислав Менчиков возглавляет контрразведку ФСБ с 2015 года. Именно его ведомство стоит за преследованием журналиста Wall Street Journal Эвана Гиршковича, освобожденного в рамках большого обмена заключенными между Россией и Западом. Россиянам следует готовиться к дефициту импортной одежды и электроники, говорят эксперты. Проблемы в российской экономике серьезно отразятся на сегменте потребительских товаров. Также аналитики прогнозируют существенное подорожание компьютеров и смартфонов уже в следующие полгода. Как сейчас обстоят дела с российской экономикой, разбирался Андрей Дмитренко. С момента перехода экономики РФ на военные рельсы, российское руководство отчитывалось о ее якобы стабильности и росте вопреки западным санкциям. Росстат заявил, что во втором квартале 2024-го зарплаты выросли на 12%, а Путин хвастался рекордно низкой безработицей и годовым ростом ВВП на 3,6%, что больше общемирового тренда. Но, по словам экономистов, есть и обратная сторона. Еще год назад российские финансисты стали говорить о так называемом перегреве экономики РФ. Явление, при котором она растет быстрее, чем позволяет ее структура. И это грозит необратимыми проблемами. За счет государственного инвестирования, государственных заказов в отдельно взятых отраслях все остальные отрасли начинают очень серьезно страдать в рамках отсутствия рабочей силы. Вот все это на сегодняшний момент привело к тому, что прямой дефицит рабочей силы РФ уже подходит к 2 миллионам рабочих рук. И, скорее всего, эта ситуация будет усугубляться и дальше. Российские предприятия пытаются бороться с дефицитом кадров, повышением заработной платы. Но из-за того, что рост наблюдается в основном в сфере ВПК, это лишь приводит к снижению прибыли компаний и увеличению темпа инфляции, поскольку предприятия не производят больше продукции. Для борьбы с перегревом российский Центральный банк поднял ключевую ставку с 16 до 18%. Традиционно это должно привести к уменьшению финансовой активности и сделать кредиты менее привлекательными для населения. Но сейчас это привело к обратному эффекту. Население, осознав, что кредиты становятся дороже, стало быстрее обращаться в банки. В результате объемы выдачи подскочили до 2,4 триллиона в месяц. В 2024 рост продолжился и тоже благодаря властям. С начала года они обсуждали сворачивание льготных программ. В первую очередь ипотеки. В июне объем выданных кредитов физическим лицам вырос на 13,7%. Из публикации издания «Медуза». Последствия такого явления экономисты оценивают по-разному. Некоторые указывают на то, что предприятия могут автоматизировать свое производство, чтобы избежать дефицита кадров. В противном случае они заставят своих сотрудников работать сверхурочно. Если говорить об экономике в целом, то эксперты отмечают, что эффект от накопившихся проблем можно будет увидеть в конце 2024-го. Даже номинально будет приблизительно нулевой темп ВВП. Но они будут рисовать 0,5. Сейчас они рисуют 3,6, 2,9. На самом деле с начала войны ВВП отрицательные. Правда, падение небольшое, несколько процентов в год. В следующем году они уже не смогут тратить на войну столько, сколько в этом и в прошлом году. Жесткая политика Центрального банка отразилась также и на торговом балансе России. В апреле Центробанк РФ опубликовал прогноз на этот год, в котором говорилось, что импорт вырастет от 1 до 3, а экспорт на пол-полтора процента по сравнению с 2023-м. А в аналогичном документе от 26 июля оба показателя продемонстрировали снижение торговли по сравнению с прошлым годом. В ведомстве объяснили падение объемов высокими процентными ставками, ростом цен, а также проблемами с внешнеторговыми платежами. Германия официально присоединилась к командованию ООН, выполняющему надзор за миром между Северной и Южной Кореей после окончания войны. Об этом в ходе визита в Сеул заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Он отметил, что этот шаг свидетельствует о приверженности Берлина делу мира и безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Также отмечу, что Германия стала уже 18-й страной в командовании миссии ООН. Сегодняшнее присоединение – это свидетельство наших постоянных усилий по обеспечению стабильности и безопасности в данном регионе. Сегодня мы выводим наши обязательства на более постоянный уровень. В США прошло голосование, на котором демократы избрали своего официального кандидата в президенты на выборах 2024 года. Им стала вице-президент Камила Харрис. Она получила большинство голосов участников онлайн-конференции. Окончательные результаты голосования демократов станут известны 6 августа. На фронте они могут все – собрать своими руками двигатель для боевой машины, пошить амуницию, из трофейной российской полевой кухни сделать пекарню и даже построить передвижной стоматологический кабинет. Последний появился в 63-й отдельной механизированной бригаде, которая несет службу на лиманском направлении. Как на фронте лечат зубы, видела Алена Грамова. Запрошу вас на экскурсию до нашего стоматологического кабината. Андрей на службе в ВСУ с начала полномасштабного вторжения России. До этого работал стоматологом. Пополнив ряды украинских сил обороны, руководил эвакуационной группой. О работе его экипажа не раз писали международные СМИ, рассказывая о рисках, которым подвергаются боевые медики. Они не ниже, чем у защитников первых линий обороны. Один раз во время ночной эвакуации мы пропустили последнюю позицию наших бойцов, вылетели прямо на россиян. Причем мы остановились, мы не понимали, что мы на них вылетели. И даже начали с ними говорить. За 5 метров они от нас были. По работе в эвакуационной группе Андрей скучает. Недавно он стал оказывать бойцам не менее важную медицинскую помощь. В бригаде появилась мобильная стоматология. Передвижной кабинет полностью оснащен оборудованием. Есть рентген и ультразвук. Стены утеплены на случай холодов. Здесь встроен кондиционер. Мобильность кабинета поможет врачам подъехать максимально близко к солдатам, нуждающимся в помощи стоматолога. Фронтовое бездорожье тоже учтено. Перед поездкой оборудование хорошо закрепляют. Передвижной стомат кабинет обеспечен всеми необходимыми материалами и медикаментами. Поэтому практически любое лечение можно провести сразу на месте. Бойцы говорят, с внезапной острой зубной болью на фронте сложно концентрироваться на выполнении боевых задач. Поэтому эта мобильная клиника для них настоящее спасение. Алена Грамова, Евгений Кармазин из Донецкой области для телеканала «Фридом». Подписывайтесь на страницу «Фридом» в Ютубе и получите доступ ко всему видеоконтенту нашего канала. Мы публикуем информационные сюжеты, аналитические программы, а также заявления мировых лидеров и мнения экспертов с оценкой происходящих событий. Чтобы подписаться, сканируйте код на экране и переходите по ссылке. На этом у меня все. Далее говорить о важном продолжат Валерий Клименко и Ирина Юсупова. Информационный марафон продолжит эфир «Фридом». Оставайтесь с нами и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин